I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Ладушки У нас начинается ночь, извините, но у нас пока закрыто Ну как бы, я говорю, что ночь начинается Поехали А, Нил, вы сегодня рано Могу чем-нибудь помочь? Кое-что мне точно Кое-чем точно можете Ничем же Возьмете нас на работу? А, декорацией Простите, что? Можем ли мы поработать у вас? Зачем? Мы усвоили нечто ценное в жизни землян О жизни Для них очень важно общение Но научиться общаться довольно непросто Мы потрясены тем, что в процессе общения необходимо сочетать устную речь и жестикуляцию Да, но вы, похоже, не сидели на месте и весьма преуспели в этом деле Вы правы Но этого мало Слушай, там ко мне в прошлой серии заходил один чувак Очень лысой наружности Я, конечно, не лысист, но я бы не хотел, чтобы мы с тобой с ним встречались еще раз Часть важной информации о землянах Мы получили именно у вас Эта мысль заставила нас задуматься И прийти к выводу, что необходимо Повременить сдачи потомства Ну-ну Вместо этого мы бы предложим Учиться взаимодействовать Предложим Предложил уже ж, как бы Взаимодействовать с жителями земли Похоже на неплохой план Именно для этого мы и попросили взять нас на работу Ради того, чтобы общаться с посетителями? Верно Ммм, даже не знаю Как правило, порядок приема на работу занимает некоторое время И что-то мне вспомнилось про усы, лапы и хвост Которые его документы Ладно Ну Даже не знаю Посмотрим сейчас И при этом нет никаких гарантий, что тебя в итоге возьмут Вот как Если вы не против, я сначала все обдумаю А завтра дам вам свой ответ Мне кажется, что мы рискуем сейчас Просить пождать его до завтра Ну ладно Нет, нет Простите за такую срочность Но нам нужно именно сегодня Во-во, я же говорю Нужно его принимать Мне кажется Не расскажете почему Потому что завтра нам нужно на мероприятии Ммм Понятно Ммм Ну ладно Спасибо Он уж загорелся весь Но с одним условием Готовить буду я А вы займитесь другим делом Будете подавать готовые напитки посетителям Хорошо Хорошо Важно запомнить еще вот кое-что О чем вы? Индивидуальный подход Кто-то приходит сюда лишь за тем, чтобы расслабиться и отдохнуть Или же поработать в тишине А кому-то просто хочется выпить чего-нибудь вкусного Или посидеть и почитать свою любимую книгу Таких людей лучше оставлять наедине с собой Но нужно всегда быть на готове На случай, если им захочется что-нибудь обсудить А как нам понять Кто хочет побыть наедине с собой И наоборот Задача непростая Но выполнимая Если обращать внимание на язык тела То есть на невербальные сигналы Ну да Нам придется тяжело Понимаю Но не волнуйтесь Если будет нужно с кем-нибудь поговорить Или же прекратить разговор Я отдам знак Спасибо Вы очень нам поможете Ну В общем В этом и будут заключаться ваши обязанности А нам понадобится какая-нибудь экипировка? Да нет Впрочем Дам вам фартук Чтобы костюм не запачкался Ну и чтобы вас не путали с посетителями Хотя вас В общем-то и так ни с кем не спутаешь Но с фартуком будет очевиднее Что вы здесь работаете Очень по-земному Ага Ну ладно Готов приступить? Готовы А я готов почитать сегодняшнюю историю от Фрейи Заветное желание одного человека Поехали Снова Сказал я, выдыхая сигаретный дым Что? Снова? Я успел влюбиться дважды Пока ехал сюда поездом О, господи Вздохнула Блин, я угадал, что это женский голос Вздохнула она всем своим видом Показывая, как ей не терпится затушить свою сигарету прямо в мое лицо Ничего не могу с собой поделать Знаешь, тебе ведь куда проще Когда наблюдаешь за кем-нибудь издалека С нуля рисуя свой собственный образ чьи ты жизни Не обращая внимания на его очевидные несоответствия действительности Так ведь куда проще Это была женская реплика, наверное Я начал путаться, извините Ты же понимаешь, что так продолжаться не может Нельзя всю жизнь бегать от реальности Ну, наверное, вот это женская реплика Ладно Ты еще пользуешься тем приложением для знакомств Может прозвучит глупо, но в следующий раз постарайся поменьше придираться и накладывать И не накладывать на людей ничем не обоснованные ожидания Согласен Ну и отлично Звучит действительно глупо Весь этот разговор явно действовал ей на нервы В принципе, ее можно было понять Мы уже далеко не в первый раз вели подобную беседу На самом деле, такое происходило примерно раз в пару месяцев Хватит уже витать в облаках Тебе нужно снизить свои стандарты Выйти на улицу и просто с кем-нибудь познакомиться Ты же знаешь, что я пытался У меня ни черта не вышло Стоит выдаться какой-нибудь возможность Я тут же начинаю волноваться и паниковать Ну и чему тебя это привело? Мне страшно Почему? Не знаю, что будет дальше Даже если я найду свою вторую половину Боюсь, что люди вокруг не примут ее Кто бы это ни был Да и назри ты на них Давай без глупости Меня за такое штрафовать могут Ладно Она глубоко затянулась сигаретой Ну и что же такого приключилось с тобой на днях? А? Ты редко так себя накручиваешь Выкладываешь, что стряслось Кое-что действительно стряслось Кое-что настолько нелепое Что даже стыдно было об этом с кем-либо разговаривать Но она меня знала Знала, что я чувствую Поэтому я рассказал ей все Я тут на днях посмотрел один стендап Шутишь? Я серьезно Там выступал мой любимый комик Он недавно женился по любви Мне казалось, он и его жена идеально подходили друг к другу И находили общие интересы во всем Я был уверен, что он пошел по пути меньшего сопротивления И выбрал ту, кого с легкостью приняла бы его семья Но оказалось, что им пришлось пройти через множество различных препятствий Когда я услышал об этом, я дико испугался Че так? Я понял, что и мне однажды придется с этим столкнуться Что мне придется принимать какие-то важные решения Если буду наблюдать издалека, то мне не придется ничего решать С выдуманным образом у меня не будет никаких проблем Зато будут другие Но так и есть Знаешь, иногда у меня возникает необъяснимое желание Забраться на самое высокое дерево в городе И сдохнуть? Ты же знаешь, самоубийство не выход, не решение, наверное И взлететь, дура! Если б я мог летать, все эти мирские проблемы казались бы мне жалким пшиком Да какому человеку вообще было бы делать до всей этой повседневной суеты, когда он может летать? Ну и мечты у тебя Подытожила она, закуривая еще одну сигарету и ставя очередной И ставя очередной многоточие в нашей с ней беседе Ну хорошо, что у тебя не возникло желание пройтись по радужному мосту С какой-нибудь крыши Да, хорошо Нет, на самом деле неплохая история Я примерно понимаю, к чему она Это, скорее всего, про Вот эту парочку эльфы из Суккуба Которых не примут все Хотя, черт его знает, на чем она основана Я не знаю У меня были такие мысли, но сейчас я не уверен, что они правильные Тут у нас пока больше ничего Так, готовы Хорошо Тогда открываемся Открываем карты, господа Что ж сегодняшний вечер нам принесет? Давайте не Миртл Добро пожаловать Ух ты ж Фрей, я тебя понимаю Честно, я тебя понимаю Это... Я думаю, сегодня такие лица будут у большинства Какого черта здесь творится? Добрый вечер, Фрей Ладушки, что происходит? Ну, сегодня Нил работает вместе со мной А я думала, что у меня плохие новости Никогда бы не поверила, что это место Станет эпицентром инопланетного вторжения Ну, мне кажется, я знаю, чем будут некоторые истории В будущем, ладно Нет, конечно Нил всего лишь протянул мне руку помощи Или тентакли Я не знаю, что там у него Не помню, чтобы тебе хоть когда-нибудь была нужна чья-либо помощь Фрея Мы хотим кое-что прояснить Во-первых, наше задание никак не предполагало захват земли Это голос Нила, извиняюсь На самом деле, все совсем наоборот Во-вторых, если проанализировать ситуацию То это нам оказывает помощь Бориста А не наоборот В смысле? Мы обдумали информацию, которую узнали за время пребывания на земле И решили временно прекратить попытки дать потомство Нам захотелось поближе познакомиться с тем, как общаются земляне Поэтому мы посчитали, что лучшим решением будет обратиться сюда А тебя угораздило согласиться? С одним условием Я готовлю напитки А Нил подает их посетителям и общается Справедливо А тебе какая выгода? Ты ему помогаешь? А он тебе что? И вправду Если вам что-нибудь от нас нужно Спрашивайте, не стесняйтесь Все в порядке, ничего не нужно Может, напишу у вас в своей следующей статье Как бы да, я уже это предположил О том, как вы здесь работаете Фрея Если, конечно, доведется еще хоть что-нибудь написать Что случилось? Главвред все узнал Главный вредина? Ну да Аааа Ты поэтому вчера не пришла? Да А ее не было? Блин, вчера ее точно не было Я же еще и думал Вот когда-когда А она таки не пришла Так Как она узнала? Помнишь, я тебе рассказывал про то судьбоносное столкновение с шишкой из начальства? В лифте? Ну да Вот и главвред с ним встретилась И тоже в лифте И в ходе разговора он вспомнил про нашу встречу Ааа Главвред вызвал меня к себе А дальше все пошло под откос До нее сразу дошло Почему я так плохо работал в последнее время? Естественно, она разозлилась Сочувствую И на самом деле не очень на двух стульях, знаете ли Каков дальнейший план? Видимо, допишу этот чертов роман А потом? А потом буду надеяться, что его раскупят А если нет? Даже не знаю Мы не понимаем, что происходит Но ощущаем ту же грусть и негодование, что и вы Может чашку теплого напитка? За счет... За счет заведения, Нил! Космическая твоя морда! А вам так можно? Мы сами оплатим Не нужно, Нил Напиток за счет заведения Вы поступили правильно Согласно нашим ощущениям Мы совершили лучший из возможных поступков Да Лучший Так, что будете заказывать? Ваша любимая Любимая? Что угодно Выбор целиком на вас Но раз за счет заведения, то да Так, хорошо Давай мы тебе сделаем что-нибудь Чай с медом и лимоном На, держи Хороший, приятный, универсальный напиток Такой никогда не разочарует Рука космическая Подать Держи Ваш напиток Приготовлен личным владельцем этой кофейни Ну а кем же еще? Спасибо большое Мне всегда было интересно Почему у тебя в продаже только горячие напитки? А я начинаю понимать, в чем причина Как продвигается роман? Ну, меня теперь ничего не отвлекает Так что думаю, если Вколоть себе внутреннюю Внутривенную чашку кофе И пару кубиков вдохновения Погоди Раз ты больше не работаешь над статьями Кто работает в сторис? Почему Фрея Фатима до сих пор числится? Она же Фатима Посмотрим, как это изменится в дальнейшем То есть, если ты больше не пишешь истории То черновик будет готов через пару дней Ну, да Думаю, ты справишься Без каких-либо инъекций Фрея, просим нас извинить Мы знакомы со строением тела земля Принадлежащих к различным расам И нам кажется, что вам не стоит Вкалывать себе кофе Нил, не надо Мне сейчас совсем не хочется заниматься Подобными разговорами Мы всего лишь Нил Фрея не собирается ничего себе вкалывать Ой Тогда все в порядке Это была метафора А, мы знакомы с этим термином Ваш язык раз за разом нас озадачивает И будет озадачивать Языки не стоят на месте В них постоянно происходят изменения Понятно Но у вас мы хотя бы изучим основы общения с землянами Фрея, позвольте кое-что спросить А? С какой скоростью вы пишете? Судя по всему Могло быть и лучше А можете выразить цифрами? Цифрами? Сколько слов вы можете написать за один день? Точное число не назову Но если брать полный рабочий день То где-то от трех до пяти тысяч Но в принципе, да, есть утилиты Которые легко измеряют количество написанных символов и слов Так что много Это до редактуры Процесс приходится многое выкидывать И в итоге обычно остается лишь половина от изначального варианта Что-то мне вспомнилось из футурамы этот момент Когда Фраю нужно было написать речь И он говорит, что я писал это два часа Я думал, что буду читать это два часа Получается, да Согласно имеющейся у нас информации Обычное произведение вроде вашего Насчитывает от пятисот до ста тысяч слов Так и есть Но конкретно в этом случае Мне не нужно писать так много Удовлетворяющая информация И сколько слов вам нужно написать? Ну так Думаю, где-то тысяч пятнадцать Для презентации своей идеи довольно немало Ну, ГРА, Медиа, все-таки ГРАМЕДИА Самый крупный издатель в округе Если произвести расчеты Выходит, что вы должны с легкостью достичь поставленной цели Если бы Дело не только в объеме написанного Тут необходимо нечто большее Чем просто укладывать в количество слов Станутся писателем лишь те Никто может писать огромные произведения И мы лишились бы многих стихов А, если бы становились те, кто мог писать Мы лишились бы многих стихов и рассказов Это логично, кстати Говорите довольно непонятные нам вещи Но мы изначально знали, что искусство Это нечто непростое Даже для самих землян Ага Похоже, земляне не могут без непонятных вещей Начиная с языка и заканчивая искусством Стопа, верно В принципе, вы были не так уж и не правы Объем слов и правда можно учитывать При объективной оценке произведения Пусть это не самый важный критерий Но сбрасывать его со счетов Его тоже не стоит То есть это все еще допустимый параметр Определенно Круто Совсем на вас не похоже Видимо вы и вправду кое-чему у нас научились Кто? О, новый гость Я сижу и про себя такой Пожалуйста, не Миртл Пожалуйста, не Миртл Она мне не нравится Давайте не Миртл Угу, спасибо На Добрый вечер, Миртл Ну да, я понимаю Даже спрашивать не буду Разве что И кто будет готовить? Все еще я Отлично Кофе, пожалуйста И добавьте немного имбиря Как скажешь Кофе Кофе Где у нас имбирь? Вот немного имбиря Кофе и имбирь Немного Да? Держи Ваш заказ Неплохо Спасибо Всегда пожалуйста В смысле неплохо? Иди знаешь куда Миртл, что вам сюда Миртл, что вам сюда сегодня привело? Пш, Нил Люди иногда приходят сюда Чтобы просто посидеть в одиночестве Ох, да Это очень похоже на Миртл Вообще здесь Не чтобы просто посидеть в одиночестве А? Простите нас А просто объясняю Нилу Как общаться с посетителями Я вижу Все еще пытаетесь найти С кем переспать? Эээ А? Нет Нил не пытается Нет, мы Нет, не пытаемся Теперь у нас Другое задание Понять, как земляне общаются между собой А в правильном направлении движетесь А вот что Если хотите влиться в общество Бросьте свой формальный тон Начните говорить По-человечески И слышать по-человечески То есть по большому счету Не особо-то и слушать Какая непростая задача Но мы постараемся Шаг за шагом Один маленький шаг для вас Огромный прыжок Для всей вашей расы Космические шуточки заходят, да? Может стать огромным скачком Для всего Для вашего Блин, я еще и отгадал то, что она скажет Прекрасные слова Кстати, Миртл, вы сказали Что пришли сюда не за тем Чтобы посидеть в одиночестве Она сейчас с русалкой встречается Скорее всего Та сейчас подгребет Значит, вы кого-то ждете? Да А, наверное, Аквио Угу Я же сказал, русалка А по какому поводу? Не по какому Просто О, пришлепала Я даже слышу эти шаги мокрые Прости Я опоздала Я хотел уйти пораньше, но Что? Что происходит? Что здесь творится? Одним словом Почему За барной стойкой стоит Что за барной стойкой стоит? Он, а не Бористо? Где Аллышки? Аквио Расслабьтесь Я здесь В порядке Да, все в норме Фух Так Дайте мне передохнуть Вот, выпейте воды Я еще и воду наливаю Горячую, да? Каким образом? Лучше? Да Извините Все в порядке Вы не первые отреагировали подобным образом А что вы здесь делаете? Возможно, нам стоит записать на этот вопрос готовый аудиоответ Это, кстати, очень остроумно Если вам не хочется, не обязательно отвечать Нет, ничего такого Тем более у нас перерыв В общем, вот в чем дело Действительно интересно Аллышки, очень мило с вашей стороны Да, ну нормально помочь чуваку Если честно, пустяки Да, в самом деле Но вы, правда, думаете за один день научиться Всему? Определенно нет Просто мы не хотим злоупотреблять чужим временем Мешать кофейне работать Сомневаюсь, что вы Что вы бы чем-то сильно помешали Чем-то Или кому-то Кроме того, у нас есть желание исследовать вашу планету получше Здесь очень интересно Но есть множество других мест, где мы еще не побывали И куда собираетесь дальше? На Каучеллу Че? Зачем вам туда? Согласно имеющейся у нас информации Там очень часто вступают в половую связь В связи с этим мы решили продолжить наше исследование именно оттуда Ну, все, конечно, так Но разве ребенок не должен родиться по любви? Да Мы понимаем Но мы также понимаем, что у нас недостаточно знаний о земной жизни Включая ее половые обычаи Мы отправимся на Каучеллу, чтобы восполнить нехватку знаний И в дальнейшем быть в полной готовности ко вступлению в половую связь с множеством земных женщин Планы, конечно, эпичные, кстати Наверное, прозвучит странно, но черт возьми Похоже, этот ваш лучший план за все время пребывания на земле Согласны Мы и сами от себя такого не ожидали Но, ладно Давайте оставим наш план Мы сегодня на работе Позвольте нам вернуться на наше рабочее место Итак, вернемся к прерванному разговору А, да, совсем забыла Чем вы тут занимаетесь? Эээ... Ничем мы просто друзья Просто пришли посидеть и поболтать о работе У нас общая сфера деятельности забыли? Ага, именно Да-да Дело в том, что мне не очень богатый опыт в разработке игр У тебя же было исследование в области компьютерной графики Разве нет? Ну, поскольку сцена-то у нас пошаговая Телефон-то может звонить бесконечно Она так на него смотрит Типа Да, но еще никогда не создавала игру с нуля Я всегда была на позиции наблюдателя В общем, я время от времени прошу Мертл меня проконсультировать Сегодня я хотел ее отблагодарить Но она пришла раньше Так что мне не вышло купить ей чего-нибудь Не парься Я все равно бы отказалась Ну, погоди Если ты решил ее отблагодарить Получается, игра закончена? Фрея, извините Но правильно Но правильно решила А не решила О, решили меня поправить, да? Ну извините, случайно сорвалось Как вы вообще это заметили? Это ведь не текст какой-нибудь Как бы это текст, если что Просто знаем Ладно, вернемся к нашей теме Значит, ты завершила работу над игрой Еще довольно много Нужно поработать и исправить Но ее уже можно пройти от начала до конца И по поводу чего вы обычно консультируете Зависит от игры В данном случае Основным по поводу управления динамики И элементов интерфейса Должно быть приятно осознать, что твое творение готово На душе определенно стало чуть лучше Но только ненадолго Ты про что? Что это далеко не конец? Мое творение еще не готово Меня уволили с работы Не успею дописать черновик срок? Конец И ладно бы только это Если книга не продастся То это не просто конец Апокалипсис Сегодня Сочувствую Только не унывай Хе-хе Да Я уже начинаю сомневаться в себе Знаешь, я читала парочку твоих рассказов После нашей первой встречи Я подписалась на вечернюю молву И прочитала кое-какие из твоих работ Знаешь, мне очень понравилось Какие-то лучшие, какие-то похуже Кстати, да, насчет похуже К сожалению, были такие Но их все равно интересно читать Так что я с нетерпением жду твою книгу Спасибо, Акве У вас с мертвым Очень похожие ситуации И я уверен, что у вас обеих все получится Не обязательно об этом рассказывать другим людям Ну Боже мой Извини Я не специально Просто я хотел как лучше Ладно Хорошо Спасибо за желание сделать как лучше Ну прости, правда Так нет за что Я тебя поблагодарил А ты чего? Просто так выглядело Слова как лучше Это точно был сарказм Так я Прости, если так прозвучало В общем, да Примерно представляю С чем вы столкнулись Но у меня немного по-другому И что у вас за проблема Перегорела Я кое-наче работаю Вот уже два года подряд Но никто за стенами Эфиса об этом не в курсе А тем, кто в курсе Видимо, совсем наплевать Разве вы не выпускаете Новую ЦМБ каждые два года? Да Я работаю не над ними Не напрямую А над чем тогда работаете? Над секретным проектом Только ни слова никому, ладно? Ну ладно, я все равно уже не работаю В газете Я работаю в особом отделе Нам поручили разработать Нечто принципиально новое Мы должны подготовить Прототип нового инди-проекта На худой конец Еще одну ЦМБ Но в другом жанре Раз некоторые Некоторые не отдали бы Многое за такую работу Звучит, знаете, как Типа чуваки, которые делают Metal Gear Solid Там часть за частью И тут вдруг появляется Metal Gear Rising Ну, типа Новая ЦМБ Но в другом Варианте Так Я думал, а так же Поначалу Вы же писатель, так? Представьте, что вам нельзя Публиковать свои работы Ну, нигде В течение многих лет Ситуация совсем не из приятных Мы предлагали кучу идей Десятки, сотни, тысячи Но те, что дошли до этапа прототипа Можно по пальцам пересчитать И пока ни один из прототипов не одобрен Наш отдел состоит всего из семи человек Мы получили прозвище Семь самураев Ой, блин Это так Это так Глупо-пафосно сейчас Получается, за прошедшие два года Вы ничего не выпустили? Иногда мы помогаем остальным Нет, знаешь, в чем прикол? Если ты работаешь в геймдеве Если ты, как тебе кажется Закидываешь годные идеи Если ты, как тебе кажется Можешь делать какие-то крутые вещи Вас там целая команда Семь человек Вас семь человек Всю вашу команду Два года игнорят Вас так там гнобят Угнетают Не дают вам высказаться И выложить свои идеи Кого черта вы до сих пор сидите В этой сраной студии? Подняли свои задницы И пошли основали свою инди-студию Собрали на кикстартере бабла Сделали игру Если вы реально что-то можете Если вы реально хорошие разрабы Я вот этого вот нытья не понимаю, честно говоря То же самое насчет издательства Если тебя не публикуют два года Кого черта ты до сих пор вы издатель? Ну, чисто теоретически Понятно, что такого не будет Вот это вот иногда мы помогаем остальным Тут, короче, два варианта Или же они какие-то нубасы Которые работают уже два года Не могут ни черта сделать И сейчас просто ноют Что их не допускают к разработке Или же откровенные тупари Потому что, ну, профессионалы Не стали бы так делать В игровой индустрии Есть куча моментов Когда какие-то ребята Которые разрабатывали крутые игры Которые считают, что они на что-то способны Они просто уходят Они уходят не из каких-то там мелких Конторок Они уходят из Microsoft Они уходят из Sony Они уходят из огромных крупных гигантов Для того, чтобы пойти создать свою контору И творить собственные игры Так что вот эта вот фигня О чем она сейчас говорит Это не Не стоит ее жалеть Это она полностью виновата В этой ситуации на данный момент Ай, помогают они остальные Если у них возникают затруднения Им нужно выполнить практически невыполнимое В дело вступаем мы Тогда понятно, почему всем самурай То есть она еще и говорит Что они настолько профи Что на них кидают невыполнимую работу То, с чем не могут справиться рядовые сотрудники Так тем более, какого черта вы там сидите Или ты врешь Или вы дураки Ну, то есть Все очень просто Ну да Кстати, Мертл Только поняла Что Обычно разработчики уходят в отпуск Когда заканчивают работу над проектом Так? Более или менее, да А когда ты в последний раз была в отпуске? Думаю, перед тем, как устроить нынешнюю работу Да это же 4 года назад Ага Да уж Как тут не перегореть Нет, знаете, короче, ребят Я знаю всю эту тему с проблемой с переработками В огромных студиях Когда Игру задерживают Из-за того, что там работники пашут по 12 часов Но это явно не тот случай Она говорит, что Они предлагают варианты Их просто отбрасывают Так что Вот именно Тебе нужно передохнуть Но я не могу Можешь И не просто можешь А прям завтра Да, свали из чертового офиса Прекрати портить жизнь и себе, и окружающим Нытик фиолетовый Но завтра Я не закончила Завтра, а потом послезавтра И потом после-послезавтра Ты будешь отдыхать Ну как и где Не волнуйся Об этом я позабочусь Позаботишься? Будем отдыхать Будем отдыхать вместе Может уходим в Макс? На Макс? Это не отдых Забудь пока об этом Эй, эй Ладно Но завтра не получится Давай с пятницы Все равно небольшой отпуск получится Так? Ммм Ладно Жду не дождусь Аквия Ого Ты сама на себя не похожа Правда? Прости Не извиняйся Ладно, тогда решено А теперь мне нужно идти Начать готовиться К нашему отпуску Посмотрите на это лицо Это не начать готовиться К отпуску Это помните Эээ Вот эти все Файтинги На игровых автоматах И там стоит такой боец В такой позе Вначале Когда у тебя окошко выбора Персонажи Вот это вот явно сейчас она Ха-ха-ха Файт Я с тобой Ко мне домой? Нет, просто пройдемся До остановки Как в прошлый раз Ааа Ладно Ребята, увидимся на следующей неделе Отдохните хорошенько Берегите себя Желаем вам повеселиться Учевка Короче, Миртл С каждой серии Мне все меньше и меньше нравится Ладно, увидимся Давай Кашет сюда Мало того, что она Неприятный персонаж Вот Чем больше я узнаю про нее Все вот эти подробности Про работу Про вот эти вот Ааа Я уже сегодня не хотел Чтобы она приходила Ну, короче, ладно Значит Отпуск Тебе бы тоже отдохнуть Знаю Но не сейчас Сначала нужно добить черновик Вообще Нужно бы, наверное Составить список Моих персонажей От Самых прикольных До самых неприкольных Не знаю Ребят Что вы об этом думаете Кто вам больше всего нравится Пока что из персонажей Которых мы встречали Кто у вас Любимчик Кто вам не нравится Напишите в комментах Это было бы очень интересно Узнать Я вижу, что вам интересна Эта игра Вы ее смотрите Поэтому Немножко интерактива Поделитесь своим мнением Как мы уже говорили У вас все получится Спасибо, Нил Кстати Ты уже закрываешься? Не знаю А что? Думаю продолжат Работать на черновиком Тогда Делости просим Точно? А может еще Напиток за компанию По-прежнему За счет заведения Ни в коем случае Не откажусь Конечно И уксус сладкий Масала Острый чайный напиток Сейчас мы почитаем газетку Я же надеюсь Она будет У нас каждый день Есть газетка Пятница Второе Октября Ок Итак Разработка нового Более безопасного Гневоутоляющего Препарата Может ускориться Экшн-видеоигру Rising Hell Обвиняют в провоцировании Школьного насилия Да Газета 2020 года Насчет игры Rising Hell Новость прямиком Из двухтысячного Тогда говорили Что Вот эти вот Все ваши стрелялки Это вот Вызывает насилие Ага Два раза Блин И черняя молва Поддерживает народ В вопросе Ужесточения законов Об оружии Ммм Народ Та-та-та-та-та Хорошо, ребят Давайте тогда на этом Заканчивать Начнем уже Следующий день В следующей серии Пока что Спасибо, что были с нами Всем удачи Добра-бобра Всем молодушек Всем покеда Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»